Центр поддержки предпринимательства Первое, с чем столкнулась Евгения еще в 2017 году, когда занимала должность заместителя директора, это непонимание, а иногда и неприятие со стороны горожан и самих предпринимателей Самое сложное было перебороть вот этот вопрос, зачем вы вообще нужны, убедить в том, что мы компетентные сотрудники, убедить в том, что мы можем помочь решить определенные вопросы и реально Ну, вопросы мы решали достаточно проблематичные Бывают вопросы небольшие, да, если говорить из того, что сейчас есть, ценно тоже для нас, что предприниматели обращаются к нам со своими проектами Приходят просто с идеей, и мы начинаем совместно думать, проводим мозговые штурмы, начинаем совместно думать, а как это лучше реализовать в жизни Как сделать так, чтобы это было более эффективно, более полезно И это вырастает в что-то глобальное, в какие-то там семинары от предпринимателей, проект, который побеждает на конкурсах Ну, собственно, препятствие, препятствие это, наверное, отношение Сейчас мы этого не чувствуем, хотя остаются, конечно же, предприниматели, которые сами решают свои проблемы, которые имеют в штате юристов, квалифицированных бухгалтеров Которые, ну, не будут обращаться в Центр поддержки предпринимательства Мы с ними дружим, мы с ними сотрудничаем, они приходят к нам на мероприятия Но консультации, как таковые, им не нужны, но тех, кому мы нужны, гораздо больше Коллектив Центра поддержки предпринимательства боролся с таким отношением к себе не просто через оказание новых, полезных, качественных и доступных услуг Причем преимущественно на бесплатной основе Главный козырь команды ЦПП – это их неравнодушие каждому клиенту Все, от бухгалтера до директора, пробуют встать на место того, кому нужна их помощь Наверное, эти слова больше похожи на какой-то красивый рекламный слоган Но Центр поддержки предпринимательства доказывает это не только словом, но и делом Которое видят все – и предприниматели, и сами саровчане И в искренности слов Евгении Калачевой не приходится сомневаться Почему нам удалось это сделать? Потому что мы пытались себя поставить на место предпринимателя Встать в тапки предпринимателя, да? Человек очень занят, у него нет времени бегать по инстанциям, куда-то звонить Ну, потому что предприниматель, он вообще многорукий, многоногий человек Который полностью отвечает за тех, кому создают рабочие места, кто на него работает За свой бизнес, за свой доход И, понятно, наша задача – ему этот путь, вот сложный, очень сложный путь облегчить И когда мы встали на их место, поняли, что им, может быть, от нас надо Поняли, что кому-то этого, может, не надо, кому-то нужно другое И как-то нашли точки соприкосновения с другими организациями, ну, с тем же бизнесом Собственно, тогда мы стали наблюдать, что к нам люди стали идти с удовольствием Некоторые даже говорят, что у нас тут очень хорошая аура К нам очень хорошо прийти просто поговорить А некоторым нужно, чтобы просто выслушали их проблемы Не все же проблемы возможно решить, да, есть глобальные проблемы, которые на уровне Сарова просто, ну, решить невозможно Знаете, что нам помогло, да, переломить? Здесь не могут работать равнодушные люди Вообще, вот каждый сотрудник – это неравнодушно Мы каждого клиента пропускаем через себя Через себя, ну, опять же, это самая эмпатия Встаем на место клиента Для нас он каждый Господи, у нас Лиль-менеджер Она может даже прослезиться, разговаривать с предпринимателем Или потом приходит, мы с ней разговариваем Обсуждаем конкретный вопрос, как его можно решить Человек настолько через себя все пропускает Ну и здесь каждый такой Наверное, нам помогло то, что мы неравнодушны Вот мы действительно, не каждый по отдельности, а мы неравнодушны Получилось, я вот прям не побоюсь этого слова Нам сложить такую команду неравнодушных людей И реально специалистов Каждый специалист вот в своей сфере Человечность и горящие глаза Такие качества стоят на первом месте при собеседовании кандидатов На должность в Центр поддержки предпринимательства Евгения отмечает, что равнодушные и незаинтересованные Здесь надолго не задерживаются А остаются в ЦПП только те, кто заражены идеей Нас объединяет эта идея Ну и плюс мы дружим, так скажем Мы очень много общаемся в нерабочее время Мы регулярно проводим тимбилдинги Организуем совместные выезды Проводим для себя корпоративные тренинги Ну для нас проводят преподаватели определенные Люди у нас, которые работают Они имеют возможность повысить Ну чему-то новому научиться Потому что всегда здорово, когда человек хочет научиться Мы учимся для того, чтобы вести какую-то новую услугу Сделать то, что уже есть более качественно И девчонки приходят там Я бы вот, например, старитейлингу выучилась Да здорово! Ну здорово же! И когда... И знаете еще что у нас получается? У нас нет какой-то особой градации Наверное, это связано... Вот я говорю про то, что сейчас Наверное, это связано с тем, что я все-таки вышла из замов Заместителем была И мы всегда с девчонками и с мальчишками Сергеем Владимировичем были на одном уровне И решали проблемы И так получилось, когда я стала директором У нас этот уровень остался, у нас нет разделения Я директор, ты дурак, ты директор, я дурак Или ты директор, ты дурак У нас такого нет, мы все обсуждаем И часто бывает, что я какой-то должна принять решение Которое может быть... Ну а у девочек есть... Ну у коллег есть свое мнение на это решение Мы все обсуждаем И бывают случаи, когда это решение меняется Потому что мы работаем все здесь, мы здесь большую часть жизни проводим Мы здесь живем буквально Мы в выходные даже здесь живем Даже не находясь здесь, мы здесь живем Поэтому надо, чтобы был благоприятный клиент в коллективе Путь Евгении к руководству, центрам поддержки предпринимательства Начался издалека И для этого было много предпосылок Первые уроки экономики в школе для Евгении были как первая влюбленность Школьницей она все чаще стала ловить себя на мысли Насколько ей нравится изучать законы спроса и предложения Типы экономической системы В восьмом классе Евгения уже определила для себя Что хочет связать свою судьбу с экономическим направлением А голубой мечтой была работа в банке С этими мыслями Евгения поступила на экономический факультет Саровского физико-технического института Одна из любимых преподавательниц Елена Артмина И на тот момент она работала заместителем директора АИРП Агентства института развития предпринимательства И территориально находилась здесь Она мне предложила такую очень интересную тему Привлечение инвестиций в инновационные предприятия города Тогда я начала изучать этот вопрос У меня просто горели глаза Я безумно люблю свою дипломную работу Мне кажется, когда я ее защищала Вся комиссия поняла, что это прям моя судьба, наверное, моя любовь Потому что мы тогда рассматривали льготные как раз меры поддержки Которые начинались Я заканчивала в 2009 году институт Тогда вот эта система мер поддержки была в начальном таком состоянии С 2006-го все запустилось, развивалось, развивалось И у нас как раз в те годы был рассвет инновационного предпринимательства Был инновационный частный бизнес-инкубатор В общем, я исследовала все эти предприятия Исследовала возможные меры поддержки Партнерства атомные города Компенсацию затрат, ну, части процентной ставки С банком у Евгении все-таки не срослось Поэтому потом она ушла в частную компанию А в городской администрации к тому времени Освободилась вакансия в отделе поддержки предпринимательства После долгого собеседования Евгения заняла место в управлении По работе с предприятиями и развитию предпринимательства Работая в администрации, Евгении не раз приходилось Активно взаимодействовать с Центром поддержки предпринимательства И курировать его Так она получила и представление о том Что волнует предпринимателей города И развила свои идеи по деятельности центра А в это время в самом Центре поддержки предпринимательства Произошла смена руководства Получилось так, что Лиля Владимировна Закончила свой век директорства На ее смену пришла Мария Кокуркина Это как раз директор, который был передо мной И Мария пригласила меня заместителем Я ушла с удовольствием Потому что у меня на самом деле У меня было чувство внутри, что это мое место Пришла с удовольствием Мы стали совместно перестраивать работу Менять персонал Все подбирать на самом деле Тогда было проблемное время Поскольку это был 2017 год Было много волнений среди предпринимателей И было много вопросов Зачем нужен Центр поддержки предпринимательства Такие вопросы были Сейчас мы их все реже-реже Но практически не слышим Сейчас как-то мы репутацию смогли свою поменять Перестроить работу Но тогда в самом начале было очень много вопросов По этому поводу Было сложно Но тогда начал складываться наш коллектив Таким, какой он есть в нынешнее время Совместно работали-работали И так получилось, что Мария Юрьевна ушла На другое место работы А я стала директором Чему я несказанно рада, честно говоря Построить дружную и равноправную команду ЦПП Всего из восьми человек Которая думает и действует в одном направлении Евгению удалось благодаря тому, что она и сама когда-то была на месте своих подчиненных И она понимает их нужды, вопросы и стремления Конечно, в этом играет большую роль природная открытость и дружелюбие самой Евгении Которое, наверное, отмечает каждый, кто с ней сталкивается Но еще в большей степени это профессионализм и мудрость руководителя Когда мы задали вопрос А в чем Евгения видит пользу ЦПП в Сарове Она ответила очень просто В нашем городе должно быть такое место Где к предпринимателям относятся хорошо Часто вот эти административные органы Они же, они не обязаны относиться У них другие задачи А где есть место, где предпринимателю относятся хорошо Где заинтересованы решать его проблемы Где готовы выслушать, подсказать, куда пойти Ну, предпринимателю тратят свое время на то, чтобы исследовать интернет И что-то там где-то найти Когда он может, у них у всех есть наши телефоны Они звонят, просто задают вопрос На который практически сразу получают свой ответ И сразу становится, ага, уже понятно Это экономия времени Это удобство Должно быть такое место Бизнес, ну, послушайте наше правительство, да Ну, мнение, конечно, разве Тем более сейчас время очень непростое Мы только пережили COVID Сейчас у нас другая история начала Но, тем не менее, если смотреть даже за принятием Каких-то нормативных актов Правительство у нас заинтересовано в развитии предпринимательства Как определенной экономической Ну, определенному источнику Создание рабочих мест Но у нас же не только государственный сектор Должен присутствовать и муниципальный У нас бизнес Вот если даже про Саров посмотреть Он закрывает те дыры, те точки Которые, ну, не может закрыть муниципальный сектор Да? Какое-то дополнительное образование Какие-то услуги Та же самая торговля Предложение каких-то товаров Это то, что нужно городу Что должно развиваться Что должно жить Ну, как жить и развиваться Если везде от нас Ну, мы всем должны Ну, как предприниматели, да? У них часто мне Мы всем должны А нам как будто ничего не должно Мы вот должны с вами барахтывать Так вот, мы им должны Вот должно быть такое место, которое Ну, где предпринимателя ценивают Не как там пекулянта Того, кто там на населении зарабатывает А как человека Как организацию, которая несет благо Вот инфраструктура – это именно такое место Мне очень хочется, чтобы побольше Такого, ну, как-то и в других направлениях деятельности Ну, в других административных каких-то, да, организациях К бизнесу тоже относились так же Как к тем, кто создает для нас условия Как признается Евгения У нее не было опыта работы непосредственно в самой сфере бизнеса Многие подумают Но как может человек работать в инфраструктуре предпринимательства Который не был бизнесменом И не знает систему изнутри Но чтобы понять, что к чему и как работает Евгения изучала процессы Взаимодействовала с контрагентами Да и по роду своей деятельности Она не раз сталкивалась с бизнесом лицом к лицу Наверное, я не скажу, что это сапожник без сапог Нет, это не сапожник без сапог Просто кто-то может учить и помогать А кто-то может делать Это не говорит о том, что я не понимаю этих процессов Я просто стою, ну, вот мы все стоим Несколько с другой стороны Да, мы стоим для того, чтобы, ну, направлять, подсказывать Были у меня мысли о том, что что-то свое открыть Я даже понимаю, что если вдруг там как-то судьба по-другому сложится Я хочу в этом продолжать работать Да, инфраструктура поддержки Вот работа с бизнесом – это мое место Но всякое может произойти в жизни И никто не застрахован И, наверное, следующий шаг мой будет Если вдруг так произойдет Это не внефа-бизнес Потому что процессы все понимаю Но в то же время я понимаю все риски Насколько это тяжело Это реально очень тяжело Это огромная ответственность И бизнес – это не то, как многие тоже думают Я часто от коллег, от некоторых слышу Что он там, на какой машине ездит Что ему там, вот все, денег ему надо, еще что-то Не от своих коллег, ни в коем случае Не от тех, кто с предпринимателями работает так, как мы А что, вот, хорошо живут Да, чтобы были Чтобы достигнуть какой-то эффективности Да, чтобы бизнес Его никогда нельзя пустить на самотек Можно даже найти там Через какое-то время управленца Но от него отступать нельзя Потому что бизнес – это творение Твое, человека Бизнес – он сам по себе, да Бизнесмен, он завязан на бизнес Это тот, кто, ну, когда-то сотворил эту организацию Когда-то освоил этот вид деятельности Шел, может быть, по проторенной дорожке Может, был инноватором в своем направлении Но в любом случае Этот путь, он неотделим от предпринимателя То есть это круглые сутки Так же, как мы круглые сутки сейчас снимем Ну, по другой стороне получается, да А это круглые сутки Ты думаешь, как тебе сделать так, чтобы твой процесс был более эффективен Для бизнесменов Центра поддержки предпринимательства Это площадка для постоянного роста, саморазвития и самообучения Здесь всегда кипит активная деятельность Семинары, круглые столы, бизнес-игры, образовательные встречи, конференции поставщиков Но и на этом команда ЦПП не останавливается Они постоянно ищут новые форматы, новые решения и идеи Самое главное, чтобы это было не только интересно и оригинально Но и полезно для предпринимателей города Причем во всем этом не забывают и о потребителях То есть о нас, обычных людях Чтобы познакомиться бизнесу и потребителю друг с другом непосредственно С 2019 года в Сарове при поддержке ЦПП Организовали общегородской ежегодный вкусный фест В чем ценность этого мероприятия? Которое родилось, по сути, из того, что А почему в Сарове у нас нет гастрофеста? Да, почему где-то есть Саров? Саров государство в государство, такой город, здесь нужен гастрофест Вот тогда, в 2019 году И родилось это мероприятие из того, что, да, было решено провести гастрофест Привлекались предприниматели Тогда приходилось бороться с возражениями Типа того, а вот я с ним рядом не встану Да, а почему он, а почему я там А у нас вот один в деятельности Это тогда было только начало Мероприятие прошло классно, я считаю, да, тогда в 2019 году 2020 год, повторюсь, был такой у нас проблемный Но в том, что 2020 год показал Что уже вот из тех, ну, как бы разрозненных, да, организаций общественного питания Которые не общаются между собой Сложилась команда, в которой уже не только общепит В которой есть и другие сферы Какая-то торговля, услуги и так далее И мы тут заметили, что это отличный способ объединить Предпринимать, что-то вместе родить И мы вместе действительно стали генерировать Думать, как это лучше сделать, там, выезжать, смотреть площадки Не только мы, там, и Центр поддержки предпринимательства И Ассоциация промышленников предпринимателей Как организаторы У нас предприниматели сами стали организаторами И вот это вот выливалось в мероприятие, которое у нас прошло осенью Когда практически все это то, что сделано Оно сделано на инициативе предпринимателей Это их идеи Ну, мы, конечно же, помогали там что-то, где-то там шли Ну, и это же очень ценно, когда вот такие мероприятия рождаются И я считаю совершенно заслуженным Мы в прошлом году победили Как лучшая муниципальная практика Нижегородской области С этим нашим фестивалем Ведь любое предложение, любая проблема, которую озвучивают предприниматели Если она будет решена, это будет только лучше для города Это только лучше будет для города Это позволит им развиваться Позволит нашим жителям получать там больше услуг Да, вот с этой точки зрения Поэтому, когда мы организовываем вот эти мероприятия Мы очень любим, когда их много Очень любим, когда они вперемешку и такие, и такие Центр поддержки предпринимательства открыт не только для действующего бизнеса Но и для всех горожан, кто планирует свое дело Или просто задумывается о нюансах бизнес-сферы Директор убеждена, что лучше, если человек сначала спросит и узнает Чем потом допустит ошибки Совмещать руководство центром и быть мамой двоих детей Для Евгении дается непросто Как, наверное, и для всех женщин Кто пробует встать на этот путь и совмещать семью и карьеру Но даже из такой ситуации Евгения с сыновьями нашла очень современный выход Это общие мессенджеры и регулярные звонки А старший сын во многом даже помогает маме И относится к ее занятости с пониманием Знаете, мы не чувствуем, что это не гармония Просто это вот не то, что в общем понимании, да, правильно Что было правильно для моих родителей Что там правильно в понимании бывших мужей моих А их не один был Но это правильно для нас У нас такая семья У нас семья безумно любящая Мы каждый день обнимаемся, целуемся Мне буквально вчера младший сын сказал Мам, мы с Тимошей договорились Он больше меня не называет мелким А я его не называю еще какое-то время А это такое достижение, потому что они друг друга дразнят Они любят, обожают друг друга просто безумно Но вот эту вот вещь, чтобы подковырнуть А тут они без меня взяли и договорились Не я их мерила Они договорились между собой И они мне это рассказывают как достижение У нас действительно очень хорошая семья У нас очень, да, именно поддержка внутренний раз И мои дети понимают, да, что мама вот так Мама может в командировку уехать Поэтому старший должен отвезти младшего в школу Ну и естественно у меня хорошие отношения с предыдущими семьями Ну там моими, ну насколько это возможно, естественно Хорошие отношения У всех жизнь сложилась У меня тоже, я считаю, жизнь сложилась В принципе, как у женщины, у мамы И, естественно, папы из нашей жизни не пропадают Мы общаемся Даже иногда по работе где-то сталкиваемся Ну сказать, что какая-то гармония в общем понимании Я чувствую себя очень гармонично Мои дети чувствуют себя, я надеюсь, гармонично Понимаю все это Поэтому я себя чувствую счастливой женщиной Если вот, честно говоря Видимо, мое счастье такое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!